Трансляцию. Ага, и чё? В эфире? Всё. Так, проверка звука. Проверка звука. Раз, 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 раз. Два, два. Всё. Так, проверка звука. Проверка звука. Раз, 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 раз. Два, два. Да, да, захват играет, чтобы... Да, понял. Меня осу... А? Да, качество. Стройки. Да. Ну, я вот когда собрание... Ну, я не знаю, как это поменять. Да, не, ладно, всё. Нормально. Встроит, я думаю. А-а-а... Да, не, ладно, всё. Встроит, я думаю. А-а-а... Да, не, ладно, всё. Встроит. Всё. Сейчас. Дискордия. Слезай. Алё, алё, алё. Да, как круто. Сейчас, стой. Слушаем звук. Дискордия. А-а-а... Всё, супер. Я тебя ещё щекаю. А-а-а, всё, супер. И пони меня на фул вообще по звуку. Сделай. Ты можешь даже потише говорить... Всё. Мы не мотеримся, вы люди культурные... Так как говорится, да нет... Да нет, друг, я не оправду... Приятный керсов. Все, мы не материмся, вы люди культурные. Так как говорится, да нет, да нет, друг, я не оправдываю. Я слышу тебя еще и на стриме, если тебя еще не стримяю. Я понимаю, вот потому что я стрим включил, чекал. Все, ладно, у нас начинаются драфты, кстати. Ожидание игроков у нас происходит вполне в чем. Что вы скажете вообще, как вам обе команды, что вы ждете от этой серии? Это все-таки уже довольно высокие места, сейчас будут разыгрываться. Я печальный, что в этой серии находимся не мы, но точно так же я хочу, чтобы челики из Патагонии мне скинули эту фоточку со своей командой мне в ЛС, чтобы я поставил это НАУ. Потому что я теперь кумир этого парня. Бан Вивера. Вивер вообще метовый саппорт, по сути. Очень сильный на линии, очень сильной становится покупка Аганима. Единственное, что как бы надо дожить до этого Аганима. И Марс. Бан Марса, это наверное, респект бан нам. Не помню, чтобы Патагония играла с Марсом, но банят НС. Есть, наверное, какая-то мысль о Тинкере, да? Если Найт Сталкер. Возможно, они просто банят сигнатурных героев для команды Дивайд и Квистент. Возможно, возможно. Потому что Вивер, Найт Сталкер вообще сама по себе сильная линия. А если еще и парни на них играют, то Дивайд и Квистент. Возможно, возможно. Мне кажется... Я думаю, что просто Тинкер все с пиком залетит, если чуваки не забанят его сейчас. Потому что... А вот, да, что я и говорил, забанили Тинкера, поэтому правильно делают. Я не только залетел на фастпик. Как же... Вот, наконец-то нормальные ребята, да, пришли ковентить. Просто читают вот эту игру. Я вот что думаю, что первым пиком Тинкера они бы взяли абсолютно спокойно. Но вместо этого берется Сайленсер. Мы, ну вот, в общем-то, банили его всегда в первой стадии, потому что максимально неприятный герой. И Тайдхантер. Тайдхантер, кстати, тоже веселый персонаж. Я не знаю, если не будет каких-то других очень важных сполов. Можно просто давать глобал, когда он блинкается, и герой абсолютно бесполезен. Я не знаю, тоже зачем открывать Тайда на первый пик, если там уже залетел Сайленсер. Это очень странное решение. Но среагировать будет тяжело, если он из смоков прыгнет, из Нов Вижена. Ну, понятно, но... Там Сала уже не дать. Угу. Угу. Ну, мне кажется, просто забанили бы всех троек. Инвокер. Хорошая комбинация. Комбинация хорошая. Но тоже странное решение под Сала уже. Да, и вообще... Да, кстати, очень странное решение брать Инвокера под Сайленсер. Если у нас драка начинается не с Тайда, то отдаётся просто глобал на драку, и всё. И Тайда уже стоит в ФК, и Инвокер тоже стоит в ФК. Очень странное решение. Да и в теории вообще неприятно играть Инвокеру против Сайленсера, если не выдержана позиция. Ну... Ну... Не круто, реально. Эээ... вот. Появилось, кстати, независимое мнение о том, что меня плохо слышно на трансляции. Ну, так, хуже немножко, чем было. Попробуй меня на фулл ещё раз сделать. Сейчас. Появилось мнение о том, что... Нужно поставить задержку. Да? Появилось мнение ещё, что появился грим. Появился грим строк. Кстати, тоже мятовый саппорт. Да, но если это два саппорта, то они будут очень не мобильные вообще по карте. Мне всё-таки нравится, когда саппорт есть один мобильный, чтобы какой-то движ создавать. Чтобы не только на тпшках на товар-палентате помогать команде. Но, опять же, типа, если это будет файт, то драка уже плюс-минус хорошая. Очень хорошая. Нужно сейчас брать что-то под грим строка. Да, но хорошие баны против грим строка. Это Doom и OD. Да, а Doom'у уже забанили. Doom'у уже забанили до того, как взяли грим строка, кстати. И тренд, кстати. Тоже очень хорошая комбинация под инвокера, под катаклизм реведж. Это ульта Трента плюс отличные макро-задачи выполняет саппорт по игре в виде хила. Просто Doom'у с герой вообще по игре. Ну, я бы не сказал. Я бы сказал, что он больше... Банят Некра. Это сильно, это сильно. Я точно знаю, что Патагония играла с Некром. То есть Некра это справедливый бан. Просто как Сигну забанили, получается. Нет, на самом деле есть намек на какую-то Урсу через этого Некра или какого-то Манки Кинга, потому что на самом деле это единственный хедлайнер, который может с ним стоять на ранних левелах. И как раз таки в прошлой серии Патагония играла с Headway Infinity и Урса не могла убивать Некра вообще никак. И из-за этого определенная часть доминации была утеряна. И Тренд, кстати, тоже очень хорошая комбинация под инлокеров от Cataclysm и Рэббет. Вот, я тебя еще сильнее прибавлю, чтобы тебя было прям отлично слышно, чтобы никто тебя уже... Леон, кстати. Леон дышит. Леон норм тем, потому что контроль появился какой-то на ранних уже стадиях. То есть если тает одна кнопка контроля, которая появляется только 6 левела, то Леон это 4 секунды контроля вообще в принципе. И плюс-минус сильная линия уже начинается. Если там взять... У нас стоит линия Тайд-Леон, если стоит, то это уже плюс-минус хорошо, потому что есть и замедление, есть и контроль. Хорошая линия. Компенсировали, так скажем, Тайду. Дополнили его. Что бы ты взял на тройку Патагонии? На тройку Патагонии? Я бы взял... Не знаю, слушай. Да, Урса, кстати, хорошо. Единственное... Да, единственное... Вообще вот тут они проигрывают сейчас. Да, но Фури Свайп снимают с пассивкой Тайда, вот что. Но это не проблема, я думаю, будет. Пам-пам-пам. Урса просто сейчас слишком сильный герой, чтобы его не пикать, я думаю. Урса, Урса... Да, Урса Гримм, скорее всего, будет линия. Хотя... Да-да-да, Урса нужно отправлять с Гриммом, потому что у Гримма есть и контроль, и замедление, и Урса с Гриммом цель на линии просто прекрасно. Да, единственное, что... То есть там дается третий у Гримма, и Урса прыгает на первом, и все, это уже 100% фраг. Если это не Тайд. Мы посмотрим, как отыграют парни из Патагонии. Сэн Кинг. Мне очень нравится пик снизу пока что. Выглядит просто как разнос. На самом деле... Но очень не мобильно. Ну, нет, на самом деле, да, вот что на самом деле, я думаю. Урса линию постоит хорошо. Сэн Кинг... Кто может хорошо поставить линию против Сэн Кинга? Сейчас. Нужен какой-то ранжовый кор. Но, мне кажется, они не будут сейчас открывать коры, они будут брать коры на ласт. Ласт пик как раз-таки удевайдит в стенд. Снексивый такой инвокер еще залетел? Я не знаю, это ассигнатура как-то чья-то из... А, это карри Кунка, карри Кунка. Да, да. Сейчас, да, тимфайт усилили сверху. Однозначно усилили тимфайт. Там и агонимные торренты, там и корабль, там и реведж тоже очень сильный ОЕ спел. Инвокер, Леон, который может все это дело подконтроливать. Мне Кунка не особо нравится, потому что я бы сверху просто упоролся в мобильность какую-нибудь и жестко сплитил по карте. Так, а чем Кунка... Инвокер соберет травела, Кунка просто на крест себя сажает и пушит. Если это медовый инвокер с травелами. Это медовый инвокер, скорее всего. Но это может быть флекс инвокер. Это может быть четверка инвокер? Может быть, может быть. Да, кстати, на Урсе, по-моему, неприятно будет стоять против четверки инвокера. Единственное, что... Единственное, что тогда, как бы, задумка через Тейт Хантера, она ломается полностью. Если это не экзортовый инвокер. Скукс эти парни забанили, это вообще хорошее решение, потому что рейнжовый корр норм. Да, но открыть же Кунку. Или это... Я все-таки думаю, что это Кунка корр. Потому что он, во-первых, довольно танковый на линии. Он пробивает Сен Кинга. Может делать какие-то ранние фраги с Леоном, чисто рэнда. Я не думаю, что это Кунка керри будет. Я думаю, что это, возможно, медовый Кунка, четверка инвокера. И сейчас они откроют керри на Лоспик. Но это был бы жесткий флекс. Да, да, да. Но я думаю, что в этом и заключается их стратегия. Типа жестко зафлексить. Ну и что тогда? Думаю, все-таки, что это будет корр на Патагонии тоже. Можешь, наверное, микрофон еще поближе поднести. Да, вот прямо так, снайпер. Есть десятка по хвилицу у кого-нибудь из комментариев с чата? Да, чат надо проверить, кстати, что там говорится. Зашел ли кто-нибудь? Да, два зрителя у нас, кстати. Никто не пришел на фан-встречу. Да, никто не пришел на фан-встречу. Количество воспроизведений, 12. Просто прекрасно. Да, единственное, что... То есть там остается 3-5, и у суток это первое, и все. Это уже 100% так. Так. Я тебя еще сильнее прибавил, чтобы не было никаких вопросов. Снайпер-бан. Ну и последний бан от ДВС. Нужно какого-то мидера, наверное, под все это дело забанить. А жесткие очелики из Патагонии, потому что они банят ржевых коров. Просто там, посмотри, три подряд. Это Луна, Атракса и Снайпер. И они понимают, что ржевых коров-то осталось не так много. Да, да. Осталась какая-нибудь Медуза. И, кстати, Медуза смотрится нормально. Медузу есть чем дефать. Но единственное, что если вы просядете по темпу, то вас просто задушат. Но просто прикол в том, что Урса не наносится урона Медузе вообще никак. Со слотами, да. Да, но мне кажется, что снизу пик, который может идти, забирать Рошана, забирать все твои Т1-вышки, контролировать твой лес. Представь, просто один неудачный выход на Рошана со стороны Урсы, со стороны Патагонии и все. Игра уже плюс-минус на 50% закончена. Если его украдут Аегис или еще что-то. Или убьют Урса там. Да, поэтому нужен сильный мидер. Нужен сильный мидер какой-то, скорее всего. Или мидер, который тебе секьюрит лейт. Но, опять же, хочется ли брать такого мидера, который тебе секьюрит лейт. 5 секунд, кстати, осталось на таймере. МК. Ну, они хотят жестко упороться в темп просто. Аркварден. Ну, все. Я думаю, что пик снизу, кажется, чуть-чуть получше. Ну, сверху жадно. Сверху очень жадно, мне кажется. Да, сверху жадно. Аркварден, кунка. Отвикать от парня, но спик против МК, Урса и СК странновато решение немножко. Но, опять же, посмотрим, как будут исполнять парни из команды сверху. Да, нет. На бумаге сверху, если до 30-й минуты вам не ломают ХГ, то что-то, я думаю, вы можете сделать. Кнопки все-таки сильные тоже есть. Есть очень сильные кнопки. Есть сильные герои. Урса уже кайтится условно там с появлением определенного уровня. Ну, тоже представь себе такой расклад, что Аркварден на 35-й минуте уже со слотами какие-нибудь появляются. Идет какая-то драка, и Урса просто длинка прыгает от него с БКБшкой, и все. И Аркварден без шансов умирает. Да, и тебя очень сильно сплитит. Это тоже важно понимать, потому что Аркварден покупает Тревела. Тревела также есть на его иллюзии. Просто тэпается. Можно драться оригиналом своим и изначально отправлять свою иллюзию сплитить. Поэтому смотрим Брейсер на Тайтхантере. С Маки покупает инвокер. Это четверка инвокер. Пятерка Леон. Кэрри Кунка. Смотрим сет на Урсу. Сет на Урсу, да? На МК нет никакого сета. Очень печальный момент. Я надеюсь, парни услышат мой зов и исправятся. Купят себе голову за 200 рублей на МК Кинга. На Кунке зато солидный мужчина. Я, возможно, что-то не дошариваю, но в чем прикол покупать на третью позицию постоянно Алло Кастер? Да, да. По задержке спрашивают Алло Кастер. Да, я вот как раз этим вопросом и занимаюсь. Если что. А в кашле вам сейчас вопрос по задержке? Не переживайте, парни. Все будет хорошо. Ага. Так, ну, в общем, расскажи нам пока свои мысли вообще. Анекдот про улитку. Слышал кто-нибудь? Сказал бы сейчас. Команда ДВС, получается, сразу же нажимает смок. Хочет что-то сделать. Немножко странновато решение, потому что не так сильно кажется файт у них на руне, если они хотят подраться на руне. Только за счет Леона, может быть, что-то могут сделать. Но я думаю, что это не паблики, и парни не пойдут в соло забирать каждую руну. Какая задержка, спрашиваю, парни? Я сейчас, на данный момент... Так, поставил задержку... 240. Секунд. Парни, из Патагонии тоже нажимают смок, кстати. У них файт уже, кажется, чуть посильнее. Так. Через МК и... Гримсрока. Так, я... Если не хочется...